Ноябрь прошлого года и день сегодняшний. Разницы нет. На месте футбольного стадиона до сих пор только вбитые сваи. Стройка заморожена, а работа идет в кабинетах властей. В Калининграде завершается работа над проектом. Я надеюсь, в июне он уйдет на экспертизу, а в августе на стройплощадку, потому что сроки поджимают. Но не стадионом единым. Через три года должен измениться и внешний облик Калининграда. Уже разработан проект «Сердце города». Фасады зданий должны измениться до неузнаваемости. Появятся новые площади и объекты культуры. Однако все это пока остается на бумаге и в головах чиновников. На днях они предложили привести в порядок торговые ларьки и палатки. Все павильоны к чемпионату должны выглядеть одинаково. Какой дизайн киосков нужен, честно говоря, не очень понятно, учитывая, что общего дизайна города у нас нет. У нас остались, скажем так, осколки немецкой архитектуры. Все, что остальное в центре, назвать архитектурой, это, честно говоря, страшно. Поэтому, если это делать как дизайн каких-то еще коробок, ну, в принципе, так они похожи на коробки. Это нереально, утверждает Владимир Дианов. В Калининграде более двух тысяч подобных точек и специальные службы просто не успеют их переоборудовать. А вот что уже преобразилось на улицах и заметны ли улучшения? Наша съемочная группа попыталась выяснить это у прохожих. Я живу в центре и никаких изменений пока не вижу. Хожу по таким тротуарам, глядишь, чтобы травму не получить. Гостиницы начали строиться, только плохо, что в зеленой зоне, а так классно. Ну, активно ремонтируют, конечно, это видно. Пытаются что-то изменить. Крыш много отремонтировали, фасады отремонтировали много. Дороги сделаны, дворы сделаны. Ты заметила что-нибудь? Ну, нет, не особо. Мы решили провести эксперимент и узнать, готовы ли сами калининградцы к чемпионату мира по футболу. В этом нам помогут студенты КГТУ из Анголы Андре и Саймон. Сейчас они попробуют заказать такси. Несмотря на то, что ребята... Несмотря на то, что ребята свободно говорят по-русски, общаться с водителями, они будут на родном португальском. Португальский язык таксисты, конечно же, не знают. Но вот и с английским оказалась беда. Лишь несколько слов, знакомых еще со школы. Но на изучение у них осталось еще три года. Как оказалось, водители просто пошли на принцип. И даже событие мирового масштаба не может изменить их мнение. Они считают, болельщики должны сами овладеть великим и могучим, чтобы чувствовать себя комфортно во время чемпионата. Когда я проезжаю из-за границы, мне требуют их язык. Допустим, в Польше я сейчас езжу, требуется меня по-польски разговаривать. Мне тоже хочется, когда я нахожусь в России, вы разговариваете со мной на русском языке. Когда я буду в Англии, пожалуйста, я с вами поговорю на английском. И если с транспортом у многих могут возникнуть проблемы, то с местами для проживания даже сейчас в Калининграде все в порядке. 120 отелей, гостиниц и хостелов уже готовы принять тысяч фанатов. Забронировать места можно заранее через всемирно известный сайт booking.com. Вот, например, на китайском я застала девушку, которая по секрету пришпиливала его. И я ей сказала, что для нас это будет пазл, потому что мы не можем прочитать. А она ответила, что кто-нибудь приедет еще из Китая, он прочитает. Но до сих пор еще никто не приехал. 18 человек. Именно столько за раз может разместить у себя один из хостелов. В последнее время именно такие заведения пользуются все большим спросом у туристов. Главную роль играет домашняя атмосфера и маленькая стоимость услуг. Предвидя большой наплыв гостей через три года, владельцы уже сегодня начинают искать новые ходы для привлечения посетителей. Может быть что-то в виде оформлений или экскурсий специальных. Я думаю, это будут экскурсии на какие-то объекты спортивные. На станции все в основном говорят по-английски. Мы их здесь встречаем, объясняем, все свободно. Но чаще всего они начинают русский изучать в этом. Участвуют активно наши гости. Так что пока строятся лишь планы. Разрабатываются проекты и решаются вопросы. Жителям и фанатам остается только ждать, когда в Калининграде начнется реальная подготовка к чемпионату мира. Кирилл Попов и Максим Кириченко. Служба новостей. Город.